Выпускные экзамены позади, выбор вуза уже сделан. Совсем скоро у Екатерины Рябых начнётся новый этап жизни. А пока она решила проведать свою классную руководительницу, которая была рядом с ней на протяжении последних семи лет. Кстати, новость о том, что Катя сдала экзамен на 100 баллов, педагога совсем не удивила. Ведь девушка всегда отличалась высокой успеваемостью и жаждой знаний. На протяжении всего времени, за семь лет, она ежеразно была отличницей. Поступала на всяких конкурсах, соревнованиях, всегда достигала больших успехов. Она никогда со мной не попрекалась, никогда не ругалась, никогда очень ответственно ко всему относилась. Душой компания была. За советом обращались друзья, товарищи, одноклассники очень сильно-сильно уважали. Максимальный балл по обществознанию не стал сюрпризом и для родителей Екатерины. Она упорно готовилась к этому экзамену, ведь своей будущей специальностью выбрала юриспруденцию. Кстати, не случайно, родители девушки сами из этой сферы. Отец – практикующий юрист с более чем 30-летним стажем. Мать – управ делами Адвокатской палаты республики. Потому выбор дочери они поняли и приняли. Видела, как она трудится, как она упорно занимается. Практически все школьные годы она с удовольствием училась. Она любит учиться, умеет это делать. Поэтому мы так и думали, что у неё будут высокие баллы. Честно скажу, отговаривал на протяжении последних двух, а то и трёх лет. Но, как говорится, человек выбрал, но перебивать не будем. Пусть идёт уже по юридическим, можно сказать, по моим стопам. Будущая альмаматор Екатерины – Московская юридическая академия имени Кутафина. Девушка уже поступила туда на факультет международного права. Свою мечту Катя приближала долгим и упорным трудом. И уверена, что любой, кто действительно чего-то хочет, может добиться желаемого. Когда ты начинаешь заниматься, ты ставишь перед собой цель и идёшь к ней. То есть, ну, это тут нужно выбрать. Либо ты гуляешь, отдыхаешь, либо ты думаешь о своём будущем. И когда, естественно, ты задумываешься о будущем и понимаешь, что это реально важно, тогда и желание есть учиться. И, в принципе, ты учишься и готовишься. Поэтому нужно учиться, несмотря на всё остальное. Кстати, Катя – единственная в Карачаево-Черкесии, кому в этом году удалось набрать 100 баллов по обществознанию. По остальным предметам у неё тоже отличные оценки. Сейчас девушка готовится к переезду в Москву, где станет студенткой престижного университета.